Вообще, я философ и вынужден заниматься экономикой. Я прихожу к выводу, конечно, удалось Владимиру Владимировичу Путину упорядочить многие вопросы в развитии государства и экономики. Но вместе с тем, у нас не созданы еще цивилизованные условия для современной цивилизованной экономики. А может, у нас какой-то свой путь? Может, нам и не надо то, что называется цивилизованная экономика? Может, мы как-то по-своему сами... Если вы утверждаете, что нам нужен дикий путь, это тоже вариант. Да. Да. Но благодаря этому варианту, когда я приехал в Дагестан, он оказался фактически в состоянии гражданской войны. То же самое было, когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти в России. То есть вот этот вариант, где господствуют бандиты, проститутки, фанатики, экстремисты, чем это кончилось для страны? Это закончилось деградацией многих сфер развития общества, в том числе системы образования, культуры и так далее. Общество, люди начали деградироваться. В смысле, в культурном аспекте или в каком? Вот в чем деградация, по-вашему? А вы понимаете, ну культура – это основа всего. Но вместе с тем есть экономическая культура, есть политическая культура, есть технологическая культура. Поэтому эта деградация, она застронула все сферы, где есть этот деградированный человек. В свое время Маркс очень правильно написал, что человек – это не абстракт, присущий индивиду, это совокупность общественных отношений. То есть человек является создателем, воспроизводителем этих общественных отношений. Поэтому, создавая новое общество, мы этого человека потеряли. Он ушел от нас. От Дагестана этот человек начал стрелять, взрывать, потому что к нему было проявлено равнодушие. Или система образования. Я в Дагестане нашел 62 филиала вузу. Это Санкт-Петербург и Ленинград, которые занимались раздачей дипломов. Что называется, раздачей дипломов? Там учебы не было фактически. Только единицы. Мы нашли из 62 только 12 более или менее нормальных. То есть дипломы просто покупались? Да. И сейчас мы уже сократили 42 филиала. И не лучшее отношение было и в дагестанских вузах или школах. Вот когда я приехал в Дагестан, ну, ЕГЭ можно было купить за 500 тысяч рублей. Приличные деньги, кстати. Да, в городе Махачкале. В селениях, конечно, меньше. Но тоже везде собирали деньги. И в результате Дагестан оказался республикой с самыми грязными ЕГЭ. Это что означало? Это означало, что все обманывали друг друга. Вообще, в Дагестане, как и в других народах, это считалось большим позором, если человек обманывает. А тут это вошло уже в традицию, когда учитель обманывает ученика, ученик обманывает родителей, родитель обманывает государство. И все вместе. И вместе с Минобранадзором мы потратили два года. И теперь мы получили благодарность правительству России о том, что у нас одно из самых чистых проведений ЕГЭ. Ну, это пока мы навели порядок. А от порядка к содержателю работе еще надо двигаться достаточно долго. Впечатление от беседы, наверное, зависит от того, какое будет впечатление у зрителей. И прежде всего дагестанцев. Потому что все, что касается меня, то дагестанцы рассматривают через увеличительное стекло. Хотелось бы, чтобы каждый дагестанец, где бы не проживал, чтобы он помнил. Я имею в виду не только дагестанцев, но с точки зрения там аварцев, даргинцев, лесгин, кумиков, табасаранцев, лакцев, лесгин и так далее. Я говорю, в том числе и русские, и евреи, армяне, которые, азербайджанцы, которые живут в Дагестане, их тоже мы называем дагестанцами. Поэтому не были лишены ответственности за Родину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!